Всем привет, дорогие друзья! С вами Вилнов, и в этом видео расскажем о том, как играть за Прот Вара. Но перед этим, сходу, как всегда, таймовички! Таймовички! Это когда ты в тройке тех, как и ШП, с кем не хочется играть. Это невероятное ощущение. Поэтому сходу поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видеостримах, которые проходят ориентировочно с 12 до 14 и с 18 до 20 по московскому времени. Ставьте свои комментарии, что вы думаете по данному поводу, а также подпишитесь на Телеграм, Дискорд, Ютуб, Рутуб, ВК, Телеграм. Сюда, чтобы быть в курсе всех новостей и получать все быстро, двигать эти платформы вперед. Начнем, ребят, с того, что вся информация находится внизу в описании. Чарками, расходники, макросики, импорты талантов будут внизу, поэтому тыкайте, находите, наслаждайтесь. Приоритеты, характеристики, ребятушки, скорость, универсальность максимально бисовая. Крис хорош, так же, как универсальность, но универсальность мне нравится лично больше. Но там уж как получится, искусство на последнем месте, есть бис-лист шмота, внизу в описании, можно его посмотреть и глянуть, что у вас лучше в каждый слот одежды. Чарками, расходники, покупаются на аукционе. Раскаленная сущность, делается в рейде, броски бесконечного масса, делается на заказ. Лучшее украшение, оружие, аксессуары. Украшение, ребятушки, закаленный в пламени тьмы, броня пластина, две штучки, покупается на аукционе. И делается, вставляется в плащ, запястье на заказ с скоростью, универсальностью, условно говоря. Лучшее оружие, ребятушки, феррак рейд, немой рейд, аталдазар, подъем до нормы, пушка плюс щит с рейда и мифика, да, альтернативные варианты. Лучшее аксуар, ребятушки, феррак рейд, пеплорон рейд, падение глакронда, аталдазар, да. Такие вот хорошие триньки у нас. Рейд и мифик таланты, ребятушки, чем отличаются? Большим соло уроном и, опять же таки, большим ауе уроном и возможностью сбивать там косты, давать чаще станов в мифике, да. Что приятно, да, что однозначно приятно. Что у нас, ребятушки, дальше? Дальше, как всегда, аддончики. Хекели, кликуи, значит, хекели покажут ротацию, плюс-минус подскажут, чего там, может быть, забыли нажать. Поначалу поможет, но лучше послушать, чего я расскажу и нажимать все правильно, ребятушки. Значит, что касается, ребятушки, кликуи, ну, тут уже хочется, не хочется. Ну, мне прикольно тыкнуть боевой крик именно мышкой вот так. В общем-то, тут качайте, не качайте, как вам захочется. Да, что у нас дальше? Дальше, ребятушки, у нас, как всегда, ротация. Ротацию мог написать WCQ для нас, да. Не смог написать сам ротацию, потому что компьютер слабенький, да. Но играет он хорошо, ребятушки, уже на протяжении тонны аддонов. Поэтому спасибо большое ему за помощь и поддержку, ребятушки. Хочется сказать сразу, что в ротации будет небольшой момент, да, в плане того, что у меня, конечно же, нет комплекта. И, в общем-то, просто чаще у нас будет нажиматься удар грома, чаще и быстрее рык будет громогласный тыкаться. По большей степени вся суть разницы, да. Что быстрее он будет откатываться благодаря сету, да. Поэтому, собственно, погнали смотреть ротацию и что в ней происходит, да. Тыкается у нас, ребятушки, рывок, дающий нам ярость, что полезно в самом начале. Потом у нас жмется автоматически атака щитом, который жмет все наши скиллы, которые расходуют ярость. То есть и также мощный удар щитом, то есть дает очень много ярости. Фактически мощный удар щитом используется. Используется реванш автоматически, используется автоматически блокировка наша, да. Вот этот вот скилл, да. И, соответственно, также, ребятушки, дается станчик, по-моему, дополнительно, что приятно. То есть ауешный, не ауешный такой врыв, да. Дается тонна ярости и включаются все наши, так сказать, бурстовые способности. Значит, превращение, значит, аватара, наш хромогласный рык, наш разрушитель тыкается. И не забывайте, что пока вы ее нажимаете, у вас есть ярость, ее нельзя вызывать перекап. Поэтому можно в это время с вами спокойно стойкость к боли, либо вот эту самую блокировку, чтобы она на вас всегда висела. Блокировка увеличит урон от удара щитом мощного, да. И, соответственно, вы блокируете урон, что, очевидно, вам будет полезно. Танчить надо всегда лицом к мобам, да. В лучшем случае в 180 градусах от себя, чтобы они вас били, но ни в коем случае не за вами, да. То есть фактически вот так, да. И как у нас тратится фактически дальше ярость, происходит ротация, да. То есть вы спамите, грубо говоря, поставив блокировку постоянную, да. То есть спамите реванши, спамите стойкость к боли в зависимости от ситуации. Если слишком много ярости, то реванш плюс стойкость к боли. Если, очевидно, вас прям просаживают, то в основном только стойкость к боли. Обязательно повесив с реванша дотку, да. Когда вы ее тыкаете, реванш по проку тоже. Когда прокает, тоже надо жать. Мощный удар, в общем-то, по КД. Удар грома по КД жмется. То есть, как видите, все просто. И казнь жмется, ну, в самых последних моментах вместо, условно, реванша. Когда реванш только по проку, а когда малый хп остается у цели, можно жать и казнь. В принципе, то есть вот такая ротация для соло-е довольно-таки простая, да. То есть все остальное жмется у нас по КД, как только от Кадиза. То есть тот же Дима Ивзыч Крик, та же Аватара, тот же Голомазный Рык. Так, чтобы, очевидно, он висел на всех тех, на ком, собственно, будет висеть, работать все время, да. То есть в лоу-хп нажимать Крик и Разрушитель не надо, да. Такая вот у нас история. Дам по ротации, так что все довольно-таки просто. Внимательно следите за яростью, чтобы на вас всегда висела по возможности блокировка щитом. И, соответственно, чтобы на вас всегда висела стойкость к боли, потому что она фактически уменьшает 50% урона, который уходит, в общем-то, в этот поглощающий щит, фактически являясь вашей хилкой. И также не забывайте, что у вас есть хил, который вас отдельно хилит. Кнопка называется Верная Победа скилл, да. То есть жмете его и отхиливаетесь раз в 25 секунд, когда теряете много хп, так что об этом не забывайте. Что касается, ребяточки, сейфобилочек, да. То есть, ну, основные сейфобилочки я уже показал, то есть стойкость к боли всегда на себя вешаете, и всегда на себя вешаете блокировку щитом, чтобы блокировать урон, а физически, соответственно, не получать, да. Также у вас есть скилл Нишаху Назад, который увеличит ваше хп, что, очевидно, полезно, и это классно. Глухая оборона, целых два. У нас есть заряда, можно сделать в талантах один заряд, так сказать, пожертвовав и дав себе больше ДПС, да. Но, как сказал мне в ЧК, люди не знают, но удобно нажать глухую оборону, чтобы резко кому-то что-то написать в чат. Поэтому он берет два заряда этой самой, ребяточки, глухой обороны. Да, деморализующий крик уменьшает по нам входящий урон и увеличивает урон, который мы наносим, да. Так что это удобный скилл и на ДПС, и постоянно жмется в паке, да. Отражение заклинаний. Если вы знаете, что у вас кто-то кастует заклинания, нажмите отражение заклинаний, и оно отразится в противника. Что удобно под всякие обилки, всяких тонны мобов, которые кастуют сейчас какие-то заклинания. Опять же, а если на вас четко что-то наложили, негативное такое, прям магическое, которое на вас тикает, просто нажмите и уменьшите магический урон на 20%, да. Также есть скилл блокировка заклинаний. Я так полагаю, работает он то же самое, как и с физическими, только уже начинает возможность блокировать именно магические атаки. Очень удобно во всяких подземельях, где тонна кастеров, которые что-то вас кастуют, ну, типа как в троне приливов, куча всяких магов, да. Ну и опять же-таки массовый, собственно, массовая ахра, да. В мифике взята возможность, чтобы оно еще массово всем сбивало каст. В общем-то, опять же-таки, если вам это будет нужно, удобно играть одни, удобно всем массовым ахрам сбивать каст, дополнительно всем, что классно, да. Также, ребяточки, что у нас еще? Макросики, ребяточки, слэш каст. Значит, вот так они пишутся, вот так пишутся, да, слэш каст мод шифт. У нас макросик, две кнопки в одну кнопку. Опять же-таки, что вам удобно, то и сделайте, да. У меня это, в общем-то, громоголасный рык и разрушитель, потому что они, очевидно, опустошитель, да. Они, как бы, с одним КД, полторы минуты, и это очень удобно. Их фактически жать. Но громоголасный рык поставьте сверху, потому что он, благодаря комплекту, быстрее будет откатываться. А значит, как бы, и должен быть всегда сверху. То есть, второй способностью здесь написан. Первый должен быть опустошитель, который будет появляться, если вы нажмете шифт, ребяточки. Что у нас дальше? Show Tool T, ребяточки. Собака-плеер, собака-курсор, да. Собака-плеер под себя что-то кидает, собака-курсор куда-то кидается. То есть, опять же, можно поставить на опустошитель, и нужно, да. То есть, я всегда ставил собаку-плеер, чтобы он кидался просто под меня, потому что как-то наперед его я никогда не кидал, в общем-то, да. То есть, я врывался, нажимал кнопки, кидал, опустошитель был подо мной и сразу наносил урон, да. Ну, можно и собака-курсор, куда мышкой покажет, туда и нажмется. Также полезно с нашим героическим прыжком собаку-курсор, куда навели туда, и сразу прыжок совершается без дополнительного нажатия, что удобно. Собака-маус-овер. Можно по-маус-оверу поставить, например, наш стан в соло-цель, и кому-то там, так сказать, без выборов таргет, ставить, собственно, кому-то стан, да. То есть, навели куда-то, по силуэту нажали, и стан туда полетел. Что, в принципе, удобно. По фреймам тоже можно нажимать, и тоже полетит. Вот по хп-шкам, которые над бобами висят, тоже туда можно нажать и полетит, что тоже удобно. По-моус-оверу, да. Значит, слэшка, смот-шиф, собак-курсор, собака-плеер. Ну, если две способности, решили какие-то поставить с маус-овером, возможно, и с каким-то, опять же-таки, собак-курсором на одну способность, на одну кнопку, да. Так что, вот вам пример, как напишется. Да, что касается, ребяточки, полезных способностей. У нас их тонна. Первая способность, знаешь, крик, ребяточки ободряющие, грубо говоря, который хилит всю пати, и нужно нажимать, когда все хорошенечко просели в АОЕ уроне. Что в группе, что в рейде. Обычно в рейде по команде, да. Грубо говоря, он у нас хилит всех. То есть, фактически, он дает дополнительное хп, которое, когда баф заканчивается, оно отбавляется, максимально отбавляется. А вот только сколько вы набавили, добавляется к тому, сколько не хватает. И, фактически, вот так это работает. Грубо говоря, похилит всю группу. Очень грубо говоря, да. Что касается, ребяточки, опять же таки, верная победа. Есть скилл, да. Я об этом уже говорил. Тыкаете и хильтесь, да. То есть, масхевный скилл, чтобы хилиться, безусловно, да. Также у нас есть героический прыжок, чтобы упрыгать. Рывок, чтобы убежать. Потом, что еще у нас есть, ребяточки? Два стана в мифике у нас есть. То есть, в соло цель и перед собой станы, чтобы сбивать косты и контролировать еще лучше пак мобов. Что приятно, массовое сбитие костов. Есть мифики. Кто-то берет, кто-то нет. Если не берете, то можно по центру талант взять в мифике. Да, это вот левый талант. Но, опять же, как бы в ЧГУ сказал мне, когда играешь без войса, удобно дополнительно кому-то сбивать косты, когда кто-то их не сбивает. Есть массовый фир, который тоже фактически сбивает косты. Жмете, все пугаются. И тем самым перестают что-то кастовать. И, как бы, бой продолжается. Что тоже удобно. То есть, масса полезных способностей. И это, ребяточки-балдежки. Не забывайте прожимать свой крик на АП. Так сказать, 5% урона всем, кто в мили у нас дамажит. Грубо говоря, да. Всем ловкачам, силачам это полезно. Так что, вот такой у нас персонаж. В принципе, простой довольно-таки, да. Но, видимо, особо сейчас не востребованный. И грустит, да. Хотя в ЧГУ делает на нем Жигалеву. И спасибо ему большое за поддержку. И надеюсь, вам понравилось это видео. Было максимально полезным, ребяточки. И как всегда, баг-баг-баг-баг-баг, ЖУЛЕУ. Субтитры сделал DimaTorzok